Сижу, диплом делаю. Мадинке вот она у меня просит баунти, мой вчерашний. А я вот открыла вчера еще, который покупала шоколад. Хочу сказать, мне он очень понравился. Там прям реально кусочки апельсина. Так, можно сказать, что да, он горький шоколад, не молочный. Но он не сильно горчит, вот как обычный горький шоколад 72%. Но он тоже не такой вредный, вот как, например, альпингольд или еще какой-то. Ну попробуйте, если у вас есть такие, если как бы финансы позволяют купить такую шоколадку, потому что она не 50 рублей стоит, то попробуйте обязательно. Хочу еще другие вкусы попробовать. Ну вот в шоколаде прям попадаются кусочки апельсина, мне очень понравилось. Все, я тут опять приземлилась, уже чуечек принесла. Мадинка у меня тут играет, сидит. Где твои игрушки-то все? Только что там все были игрушки. Где твои игрушки? Это мамин. Да, тебе такое не понравится. Чай горячий, ты лучше водичку пей, ладно? Ты моя хорошая, спасибо. Мадинка решили сделать шаурму, так, чисто по-быстрому. Здесь у меня не майонез, у меня здесь сметана. Сметана с кетчупом. Тут у меня уже курочка обжаривается, серия куриная, но уже обжарилась. Уже надо, наверное, выключить. Все, я не буду, наверное, весь процесс показывать. Ну, посмотрим. Вот так сделаем. Лук не трогай, пожалуйста. Сейчас поможешь. Давай, вот сюда огурчики вот так положи сюда. Вот. Вот. О, не я. У-у-у-у. У-у-у-у. У меня на рвется. Шаурма рвется. Из-за чего? Каза, знаешь. Ну, короче, шаурма у меня чуть-чуть разводилась. Ну, ничего страшного, считай. Самое главное, на вкус это не влияет. Сейчас я себе молоко нырю и буду кушать. Вышла оплачивать за квартиру. И пока я не забыла, хочу сказать, что если у вас качество видео плохое, когда вы смотрите, да, либо там как будто бы мутно, ну, видно, что качество плохое. Вот здесь, наверху, да, вот в этом углу есть такие три точки. Вы на эти три точки нажимаете, и там написано качество. Вы вот на это качество нажмите, и там будет 720 или 1080. И вот выбирайте самое высокое. 1080 лучше качество выберите, и тогда качество видео у вас будет идеальное. Вот имеется в виду сама картинка. Не по звуку, а вот сама картинка. Просто немногие это знают. Вот. Теперь знайте. Меняйте лучше, а то, когда качество плохое, смотреть видео не очень хорошо. очень сейчас удивилась, оплатила за квартиру. И вышло всего лишь, сейчас скажу, 5400. Но это очень мало, с учетом того, что мы оплачивали вообще 6. Короче, очень много оплачивали. Чуть ли не 7 тысяч мы оплачивали за однокомнатную квартиру. А тут вышло 5400. Потому что, конечно же, я рада, что так мало. Но прям аж подозрительно. Сошла на почту. Посылок не было. Взяла маленькие кукол. Такую. Разбивашку. От 2 до 3 лет. Надеюсь, она захочет заниматься. карандашики. И вот такой вот трафарет. Будем рисовать с ней. Иду домой. Очень сильно у меня сегодня болит голова. А Мадинка у меня прям бросит так, это черешню. Я здесь пае рукой прикрываю, потому что я немножечко отсвечиваюсь, а я не покрытая сейчас. Сейчас мы откроем, будем кушать. Надеюсь, Мадинки никак нет. Не будет ничего от этих семечков, косточек. Надеюсь, она будет их выплевывать. И я тут решила посмотреть мир наизнанку. Обычно нравится эта передача. Очень надеюсь, что это не повтор. Будем смотреть. Приехала сейчас в кино в Азию. Забрала билеты. И девушка, которая на кассе сидела, тебе привет придаю. Я так засмущалась. Я билеты забрала, и она такая говорит, я вас на ютубе смотрю. Я такая, а, да? Ну, короче, улыбаюсь и ничего не могу толком сказать, потому что засмущалась. Подметы уже не первый раз говорят. Ну, меня узнают. Но сейчас я, как звезда, заговорила, да? Нет. Ну, правда, меня уже два раза девочки узнавали. Это очень приятно. Но очень я смущаюсь, когда встречаю своих подписчиков или людей, которые меня смотрят. Очень стесняюсь. Приехала я на фильм кукла на ужасе. Сижу, жду подругу, она где-то должна приехать, уже едет, подъезжает. Я настолько голодная, что я, наверное, готова съесть быка. потому что, когда я не поем, мне очень плохо становится. Меня тошнит. И муж остался с матинкой сидит. А я вот выхожу я редко. Тут народ смотрит, я остаюсь с ума. Угорает, короче. За собой начала замечать, покажите, подумаю, с вами поговорю. Начала за собой замечать, что если я не поем, мне становится очень плохо. Меня тошнит, я злая. Это уже когда-то, рассказывала, или нет. У меня такая память стала тоже, что ничего не плохо. И вот у меня начинается тошнота. Мне очень плохо. Даже порой руки дрожат, ноги дрожат от усталости, от нехватки того, что я не поела. Хорошо, когда ты маленького роста, можешь позволить тебе платье, которое на самом деле миди, а они тебе будут в пол. Аиша купила такую красивую платью себя. А я сижу и восхищаюсь, а мне оно было бы по колено. Зашли в магазин, в один здесь в Айсберге. Я в Айсберге говорю. В Золу. Вот это пальто мне так понравилось. Я его померила. Оно мне очень подошло. Хоть и в плечах немного великовато. 4 500 всего лишь. Вот это тоже такое же. Но материал совсем качество отличается. А цену я даже не посмотрела. Там даже подкладывания нет. Вот это прикольное. Были бы у меня сейчас финансы, я бы взяла на весну. Девочки, я вчера вам снимала, как я готовлю сырники, потому что многие спрашивают. И представляете, не сохранилось видео, то ли что, я не поняла, то ли я нечаянно удалила. В общем, так расскажу. Было 900 грамм творога. Я добавила 2 яйца, и так где-то 2-3 ложки столовой с горкой муки, сахар, и это все перемешала. Как бы и все. Было бы, конечно, еще идеально, если бы я сюда добавила еще июнь. Но у меня его не было. Вот вот что. Поставила замораживаться, и вот сегодня я его достала. Они его хорошо разделяют, все нормально. Надо, главное, пленку пищевую на тарелку положить, чтобы тарелки не приклеить. Или пакет какой-нибудь. Вот. И буду замораживать свои вот эти зип-пакетики, которые я на Алиэкспрессе заказывала. Да. Да. Посмотрите, нам не будет помогать вот эти склады. Я их уже разделила. Вот. В принципе, весь секрет моих сырников. Ничего особенного. Вот ту тарелочку, говорю. Вот у меня и получилось 2 пакетика. Кстати, готовить их тоже очень просто. Просто на неразогретую сковородку я обычно смазываю капелькой масла, потому что, ну, мне так нравится, когда золотистая корочка у сырников. И закрываю крышкой. И вот пока сковородка разогревается, там, да, они, получается, у меня уже оттаивают. А потом убавляю огонь. Когда сковородка разогрелась у меня уже с этими сырниками, я убавляю огонь. Ну, у меня самое максимальное это 9. Я примерно до 5 убавляю. И так же под крышкой держу, пока там золотистый цвет такой не появится у них. Потом переворачиваю на другую сторону и тоже минутки 3-4 держу. И, в принципе, все. Нет, ну, 4 где-то, да, минутки. С каждой стороны по 4 минуты. По 5-4 минуты. И все, в принципе. Потом достаю, поливаю сиропом, и мы все кушаем. Сюда я добавила сахар. Обычно я добавляла сахарозаменитель, но он у меня сейчас закончился. Надо идти за ним. Что, рядышком у меня не продают? Продают в городе. И вот надо в здравоежку съездить, купить, заменить сахар. Девочки, еще раз привет вам. Я тут решила сделать себе маску. Альгинатную. У меня тут осталось немножечко. Хочу ее уже добить и немножечко поговорю. Я уже лицо очистила, помыла и тоником нанесла. И вот знаете, что я начала замечать? У меня реально... Вот от того, что я щурюсь постоянно, ну вот здесь полоска такая, морщинка, да? Она такая явная уже. И вот тут... Ой. Оделала платок, который не жалко замарать. Мне кажется, в нем иголка была. Вот здесь вот две морщинки и вот тут две морщинки. Не знаю, я вроде лоб наверх, брови не поднимаю. Типа удивление, да? Так не делаю, но у меня все равно эти морщинки есть. Не знаю сейчас, с чего это связано. Уже надо, наверное, косметологу ходить. Ой. Возраст пришел, девочки, возраст. Вот. И еще хочу сказать, что почему я так долго не выпускаю видео. Раньше выпускала вообще каждый день, сейчас стало реже, потому что очень много сижу на попе ровно, за ноутбуком, выполняю задания. И, соответственно, поэтому я и практически ничего не снимаю. Поэтому очень редко выходят видео. По возможности я, честное слово, стараюсь выпускать чаще. Как у меня есть что-то время снимать, я снимаю. А так, в основном, я вот сижу за дипломом. Ну вот, хоть вчера сходила в кино, развеялась. Фильм так себе вообще. Вот это Кукла 2. Ни разу не страшно. Мы там с подругой чуть не уснули. Вот так, девочки. Так что выпускаю я редко. Вот именно по этим причинам. А еще сегодня что-то проснулась и задумалась. А почему? Проснулась и задумалась. Кто что попросил на Маха? Я, например, не заморачивалась, и мне деньги не важны, вот эти вот финансы. Я вообще, я спросила сначала, а можно я ничего не буду брать? Он сказал мне, типа, хоть что-то надо попросить. Ну, я сказала, ну, 500 рублей, ладно. Короче, я попросила 500 рублей. А он рассказывал, что кто-то просил 100 тысяч и шубу. Потом 100 тысяч и ноутбук, например. Или 200 тысяч, 150 тысяч. Не знаю. Напишите, что вы просили на Маха? Я вот попросила 500 рублей. И мне так-то особо ничего не надо было от мужа. Я не за это замуж выходила. Не за денег. Сейчас я ее сделаю и к вам вернусь. Все, сейчас у меня маска немножечко подостынет. Подостынет, подсохнет. И сниму ее вот такой вот пленочкой. Она должна пленочкой сниматься. Вот. И что я еще хотела сказать? В принципе, я все рассказала. Все спросила. Вот. Так что теперь вы знаете, по каким причинам я редко выкладываю видео. У меня очень много понимающих девочек, поэтому я не переживаю. Я знаю, что вы понимаете, знаете. я на губу намазала и сохнет даже. Сейчас я маску сниму когда минут через двадцать. Что у тебя с лицом? Я выживала. Маска. Вау. Вау. Вот. И сходим с Мадиной на почту. У меня уже пришло платье мое, которое я заказывала. Я просто платье покажу, а где заказывала говорить не буду, потому что это не реклама. Но если кому-то будет интересно, я могу лично вам скинуть в магазин. Вот. И что еще? Ну вот, в принципе, все, девочки. Больше ничего я вам на сегодня не расскажу. Точнее, в этом влоге. Надеюсь, у меня хотя бы минимум десять минут вышло. Очень надеюсь. Я пошла за своей маской сидеть. Я сниму это все и здесь дамажу наверху под платочком. Мой лов. Сами морщины мои. И все. И пойдем на почту с Мадинкой и начнем снимать новый влог вам. И пойду заниматься дипломом, потому что там столько заданий вообще. У меня защита диплома в конце июня, но вообще не знаю, успели ли я все сделать так, как мы запланировали с моим руководителем или нет. Посмотрим. Все, девочки, всем пока. Ассалам алейкум. Тихо, тихо, тихо.